всем привет вы на канале моток декор рада всех приветствовать в этом видео уроке я хотела бы рассказать как связать вот такой узор он одинаково с двух сторон достаточно плотный объемный и рельефный отлично подойдет для создания сумок рюкзаков также для подушек и ковриков вязать его можно из различных материалов будь то шнур или например трикотажная пряжа тоже красиво и объемно смотрится в описании к данным видео я оставлю промокод для приобретения материалов со скидкой так что выбирайте какой вам больше подходит ну что желаю всем ровных петель давайте приступать я сегодня буду вязать из полифирного шнура 3 миллиметра и крючком номер 4 для начала мы наберем с вами цепочку из воздушных петель делается она очень просто вот наш кончик мы делаем из него вот такую петельку получается кончик сверху а рабочая нить снизу крючок у нас ныряет снизу в эту петельку мы перехватываемся и получается вот такая петля на крючке сейчас и в нее мы начинаем вязать воздушные петельки мы делаем накид на крючок и протаскиваем через петлю на крючке так получилось у нас с вами первая воздушная петелька и необходимо набрать любое количество петель которые вам нужно для вашего изделия но рекомендую сначала связать образец что определиться с точным количеством петель я для образца наберу сейчас здесь воздушных петель и так делаю накид и протаскивают через петлю на крючке накид и протаскиваю через петлю на крючке цепляем и протаскиваем таких у меня будет всего 10 петель моя цепочка готова из 10 петель и теперь нам необходимо сделать с вами две петельки подъема одну и вторую и вязание будем с вами начинать в третью петлю крючка вот 1 2 3 не и будем нырять крючком если вы знаете что ваше изделие например это будет клапан для сумки или например сама сумка и это будет именно крышка где будет закрываться и крепиться замок то можно первый ряд связать обычными столбиками без накида провязав каждую петельку а в следующем ряду уже начать узор это для того чтобы сюда было легко прикрепить замок пряжа будет не так много или шнура и соответственно замок сюда легко прикрепиться и так я сейчас буду вязать сразу уже узор получается мы с вами ныряем крючком в третью петлю от крючка раз два три делаем с вами накид ныряем в петельку прям за дальнюю дужку который у нас идет у косички вытягиваем ниточку далее мы делаем заново накид и ныряем уже в следующую петельку также за дальнюю дужку ныряя и вытаскиваем сейчас у нас на крючке получилось раз два три 4 5 петелек и мы заново хватаем рабочую нить протаскиваем эту рабочую нить через все петельки далее переходим к следующий делаем также накид теперь мы ныряем с вами в ту петельку которую может только что провязывали вытягиваем ниточку далее делаем опять накид и ныряем уже в следующую ныряем вытягивая и опять у нас 5 петель на крючке мы хватаем рабочую нить и протаскиваю через все петельки и так далее делаем опять накид не забывайте что сначала мы ныряем в ту которую мы уже провязали туда же ныряем вытягиваем делаем накид и ныряем в следующую также вытягиваем у нас 5 петелек мы делаем накид и протаскиваем через все 5 петелек делаем накид ныряем туда где мы уже были вытягиваем делаем заново накид ныряем следующую петлю вытягиваем у нас заново 5 петель мы хватаем рабочую нить и протаскиваю через все петельки и таким образом мы идем с вами здесь до конца края и там с вами увидимся и так я подошла к последней получается петельки сейчас я буду наряд сначала вот это предпоследнее в которую я уже провязывала и потом в последнюю делаю накид вытягиваю далее делаю накид ныряю самую первую петельку которая у нас была при наборе у нас 5 петель я хватаю рабочую нить и протаскиваю через все с петельки провязываю до конца и вот такой у нас получился с вами первый ряд теперь мы приходим к вязанию второго ряда для этого мы сейчас делаем с вами после того как провязали последнюю до конца делаем еще две петельки подъема и разворачиваем наше вязание этот ряд мы будем также с вами вязать точно таким же способом главное что мы будем нырять крючком самую первую вот эту петельку которая у нас затягивала наши петли предыдущем виду и так получается делаем с вами накид ныряем ныряем крючком прям вот сюда самый краешек за вот эту петельку делаем значит накид ныряем вытягиваем далее делаем опять накид ныряем же здесь более легко будет час вязание потому что здесь уже более открытый и большие отверстия получаются и так ныряем с вами получается прям вот под следующую косичку под обе дужки вытягиваем у нас опять 5 петелек на крючке мы с вами хватаем рабочую нить и протаскиваем через все 5 петелек а не забывайте провязывать именно с этого края для того чтобы наше полотно было ровно и по этой стороне и по этой стороне и так мы провязали с вами получается 1 дальше делаем накид опять не забывайте ныряем туда же где мужик с вами провязывали вытягиваем дали делаем накид ныряем в следующую вытягиваем у нас опять 5 петелек мы хватаем рабочую нить и протаскиваем ее через все петли далее опять накид возвращаемся туда где уже были вытягиваем делаем накид новую петлю нас 5 петель вот они рабочую нить и протаскиваем накид ныряем туда где были вытягиваем накид в новую петельку за обе дужки косичек вытягиваем и 5 петель провязываем новой рабочей нитью и так мы идем с вами до конца и здесь с вами увидимся и так я подошла практически к концу вот у нас здесь остается последний петелька в который мы уже были и еще мы будем нырять с вами за вот эти петли которые у нас были петельками подъема то есть мы делаем накид ныряем сюда где мы уже были вытягиваем теперь делаем накид и ныряем под петельки подъема это крючком вытягиваем рабочую нить у нас 5 петель и мы протаскиваем рабочей нитью все эти петельки теперь мы это завершаем вот так у нас получился с вами второй ряд не забывайте провязывать этот край и этот край чтобы вас полотно не пошло на сужение то есть не теряйте все столбики и так сейчас мы переходим к вязанию следующего ряда он будет также повторяться как и эти предыдущие мы делаем с вами две петельки подъема разворачиваем полотно и приступаем к вязанию не забывайте провязывать в каждом ряду самую крайнюю петлю то есть ряд начинается именно с провязывания вот этой крайней петли то есть у нас сюда уходит прямо от петли предыдущего ряда как бы наверх сюда в эту дырочку и так мы делаем с вами накид ныряем в нее вытягиваем далее делаем накид и ныряем под следующую петлю то есть под лежачую косичку который у нас идет также вытягиваем у нас 5 петелек на крючке и мы рабочей нитью все эти пять петелек провязываем и так вот видно что полотно у нас идет ровно край то есть он никуда у нас не сужается и таким образом мы провязываем с вами нужное количество вам рядов и нужны вам размер полотна и так я вот нашла получается концу этого ряда и сейчас еще раз вам покажу как в конце здесь не пропустить и не упустите наш последний столбик и так мы делаем накид ныряем получается туда где мы уже были вытягиваем ниточку далее делаем накид и ныряем под вот эти петельки подъема они такие выглядят прямо немножко по-другому в отличие от всех этих столбиков то есть мы делаем накид и прям легко ныряем вот так крючком подойти петельки подъем у нас 5 петель на крючке мы хватаем рабочие нить и провязываем до конца и так у нас получился с вами уже третий ряд и так далее вяжите самостоятельно старайтесь вот эти косички делать не очень длинными то есть и не сильно затягивать чтобы полотно не скруглялась и не сжималась но при этом чтобы они были не очень большие чтобы избежать таких приличных отверстий то есть они будут получаться именно за счет ваших косичек вот такой узор у меня сегодня получился надеюсь у вас тоже все получилось но если вдруг оставить какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях всем все подскажу а также делитесь своими результатами в разных соц сетях мне будет очень приятно если данный видео урок был для вас полезным обязательно ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал и конечно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео уроки а на этом все и пока пока